Белосина Дина не должна себя представлять и рассказывать. Наверное, все про нее все знают. Да, где мы? Сергей Лосев меня жалует. Мне повезло, потому что, в отличие от многих, я три кафедры. Закончил нашу футболь первую. Первый, вернее, не закончил, а прошел последний процесс. Ну все, поступил, ну, первая группа у нас была, хорошие люди, да, потом кафедра была Капстра, откуда меня за неподобающее для географа эконом зарубежных стран, доцент Слука такой был, если помните, да, добрая ему память, вместе с моим другом Юрой Александровым. Вот, да, да, так попросил, написав донос, что мы себя плохо вели во время производственной практики по Украине, представляете, да, это вообще классно. Донецке где мы? В Донецке мы были, на Донецком миф-заводе. Да, а Донецк на сей пор помнят, и мы были в шашке, мы лазили вот там 80 сантиметров эти слои, и мы ползали, ну и скоро фотографии есть у вас. И где мы только не были там, вот, и, собственно говоря, заканчивал я уже, да, я так лучше получаюсь, как в фильме. Заканчивал я уже физ. географию зарубежных стран с Андреем, а аспирантуру не заканчивал, а проходил на физ. союза. То есть я прошел весь вот этот... Не с понижением, это понижение. А? То есть понижение. Да, но не с понижением, я думаю, что все, все жизнь отполагала. И, собственно говоря, дальше в жизни, вот, вы тут все это слово, экология употребляли в негативном смысле этого слова. Я скажу, что экология – это некая квинтэссенция вот той самой географии, которую мы с вами изучали, и в которой многие из нас продолжают служить. Хотя я слово «экология» тоже не очень люблю, и мой покойный шеф, Царство Его Небесное, он говорил, это не экология, чем вы занимаетесь, а эколожество. Потому что вы слово «экология» используете во всех смыслах, не понимая, что это такое, как у нас и происходит. Ну, я вам это очень спасибо сказала. А? Я вам это очень спасибо. А я, потому что не надо не говорить. Ну, ему спасибо за все это сказать. Да, не надо не говорить. Да, не будем. Ну, а как вы уложили, ребята. Вот, и, собственно, после этого уже 40 почти лет я в этой специальности, так называемой, экологией, охраной окружающей среды, или… Экранолог. Или еще что-то там, да, но прошел школу хорошую и министерскую, как Татьяна, она МЧС, а я с момента основания в Комитете, в Государственном Комитете по охране окружающей среды Советского Союза, потом в России, потом в 95-м году ушел в бизнес, и вот почти уже, сколько, 23 года в бизнесе занимаемся охраной окружающей среды, ну, так сказать, серией. Но уже за деньги. Но уже за деньги, да, да, да. Но я должен сейчас сказать, что мы многие сильные стороны наших преподавателей, и вообще вот нашей, того, что нам повезло, и в то время учиться, потому что это, я считаю, была пора расцвета, и ректор Рэм Викторович Кохлов, если помните прием, какой был университет, и наш ректор Александр Максимович Рябчиков, «Царственное небесное», «Елена» тоже, ну, просто другая была совершенно атмосфера, другие были люди, и помимо вот общего уровня, говорили, что они там до революции, ну, не все из них так старые были, многие после войны… Знаешь, вот у нас на Тайфе, но мы их тоже помним и чтим, но были и другое поколение, в основном вот военные, после войны, в основном, Милану и Леониду. Да, от которого единственную тройку мою жизнь поставила мне, ну, я вам сказала, Мария. Вот так. Но были прекрасные люди, и было прекрасное образование языковое, ребята. Вот что мне в жизни, в основном, не лично помогло, это языки. Понятно, что было зарубежка, еще зарубежка, общий пород, но вот то, что на зарубежке, вот у меня было два языка, английский, французский, без них, вот если бы не было, много у нас. Что у вас английский дали? Английский, Татьяна Петровна была разен, как ее торт, по-моему. У нас-то Васильева Александровна. Да, потом французский, английский, но языки были прекрасные, вот это вот общее образование. Все говорили, что такое географическое, это всего понемногу, но самое главное, это умение дальше думать и искать, и кругозум. Вот то, чего сейчас нету в нынешнем университетском образовании, потому что мне по долгу службы приходилось со многими географами, со многими выхождением сталкиваться, а последние 20 лет у меня работает, наверное, вне университета или каких-то специализированных институтов, в самый большой штат выпускников географического факультета. Одно время, когда был хороший бизнес, до всех этих кризис, до всего этого удачества, которое произошло после 2014 года, где-то по 15 человек у меня было выпускников группы географического факультета. Подненщиков? А? Подненщиков? Нет, работа сотрудников, не подненщиков, а сотрудников. Кадров. Кадров, кадров. Вот, и уровень образования, конечно, резко снизился. Просто вот приходит молодежь, но ни специальности, ни языка, ничего. Вот, 3-4 года нужно просто вот, чтобы ребят не глупо дотащить до какого-то элементарного уровня, чтобы они хотя бы по-русски писать могли и мысли свои слагать. Я уж не говорю про языки, они даже не знают об этом. Это просто страшно. Вот это вот то поколение, вот современное, хотя они прекрасные ребята, этим триатлоном-тиатлоном, не пьют, не курят. Вот, вот это, но кругозора и широты мышления, к сожалению, нет. Поэтому, но, но вот это проблема кругая. Но буду закругляться, потому что уже много времени, и Дина опять садится, вот Дина. Значит, ребят, давайте за все уже пили, за любовь, за нас, за географию. Я хочу еще раз за наших преподавателей. Да, и если бы не они, мы бы такими не были. И спасибо им, кто жив, светлая память, тем, кому нету. И вот Наталья Васильевна Красильникова, Датьяна, вспоминала, но просто человек, который действительно, она для многих была свой, как бы, мамой, но для людей она была мамой, она в людях принимала участие. Вот моя собственная судьба, когда выгонял слух, она писала эту телеву, она вышла и говорит, ребят, я не хочу вам плохого, давайте быстренько заявление, переходите на другие хакеры и все. А другая могла, помните, грек у нас Воласис такой был, помните? Андрюша Воласис, когда он занимался поставками анаши из Моздока. Я оставил письмо в партии, что отлично, партия прошла, давайте, ребята, присылайте еще. Это письмо попала Наталье Васильевне в руки, донесли. Она его вызвала, говорит, ну что, Андрей, это несколько лет бесплавной переписки, но я тебе предлагаю заявление и в армию. Он вернулся после армии на вечерний и все. То есть человек действительно был... Так вообще, куда мы только не попадали. Короче, ребята, давайте за наших преподавателей. Спасибо им, что мы такие есть.